МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Транспортные карты теперь можно пополнить через интернет. В Барнауле внедрили новую систему пополнения электронных проездных. Прежде она была доступна только картам с тарифом электронный кошелек. С 15 января сервис действует для всех видов электронных проездных, включая персональные. Это значит, что пополнить баланс карты может любой барнаулиц, у которого есть подключение к сервисам Сбербанк Онлайн или доступ в интернет. При этом после внесения средств на транспортную карту их активация происходит на терминале кондуктора. Пассажиру распечатывают два чека о самом пополнении и расчете за проезд. Городские власти советуют барнаульцам вносить деньги на карту не меньше, чем за сутки до поездки. Прокуратура края проверит состояние дорог в Барнауле после массовых жалоб горожан на сильный гололед. Только с начала зимы на скользких улицах пострадало больше тысячи барнаульцев. Ежедневно в травмпункты с различными переломами и ушибами обращается с десяток человек. Алтайские средства массовой информации не раз поднимали проблему в эфире телеканалов и на страницах печатных изданий. В итоге прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку по поводу того, насколько соблюдается закон при содержании уличной сети. В дорожной ревизии примут участие сотрудники районных прокуратур краевой столицы и полиция. К другим темам. В Госдуме просят запретить девяток яиц и недолитр молока. Накануне депутаты обратились с запросом в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой провести проверку. Соблюдается ли законодательство о конкуренции и защите прав потребителей? Зачем производители придумали контейнер с девятью яйцами и как на это реагируют алтайские покупатели? Расскажем в следующем сюжете. Девяток яиц взорвал интернет. Кто-то шутит, что это подрывает стабильность общества. Кто-то считает, что девять яиц в контейнере по той же цене, что и десять. Скрытое подорожание продукта. На полках алтайских магазинов пока не были замечены яйца в новой цифре. Но новость о том, что в других городах России их уже продают, шокирует и даже возмущает алтайских покупателей. Если бы оно подешевело, тогда бы мы порадовались. А так чему радоваться-то? Чему радоваться-то? Яйцо такая цена. В принципе, основной продукт тоже. Наряду с хлебом, с молоком. Мы провели опрос среди сотни человек, спросив, считают ли наши зрители девять яиц с маркетинговым ходом. 62% согласны с этим. С одной стороны, конечно, это реклама, это интересно. Люди об этом заговорили, на это стали обращать внимание. Многим интересно, какой конкретно производитель перешел на девять яиц с десятка. С другой стороны, широко используемый ход. И отличие лишь в том, что девять яиц, в отличие от десяти, сразу привлекают внимание. В отличие, например, от 0,9 литров молока по сравнению с литром. Экономисты уже успели назвать девяток яиц ухищрением производителей, которые не хотят прямо повышать цены, но вместо этого уменьшают количество товаров в стандартной порции. Так можно купить шоколад по акции, но 82 грамма вместо 90, или сметану 315 граммов вместо 350 и так далее. Что касается алтайских производителей, они пока не перешли на девяток яиц. Возможно, это только вопрос времени. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. Наши новости. В Крымой столице пройдет митинг против повышения цен. В акции, которую организует Барнаульское отделение одной из политических партий края, планирует принять участие около 500 человек. Митингующие намерены выразить позицию относительно проводимой в стране социально-экономической политики. Они выступят против повышения пенсионного возраста, роста налогов, цены тарифов, в том числе удорожания проезда в общественном транспорте. Акция протеста запланирована на 20 января. Жилые квадраты только через специальный статус. В Барнауле семьи с детьми-инвалидами не могут получить квартиры, так как их не признают малоимущими, даже если один из родителей бросает работу, чтобы ухаживать за ребенком. Сегодня за статус, дающий право на жилье, начал бороться Василий Стойко, отец малыша с ДЦП. Анастасия Дороган продолжит тему. К трём годам Богдан только учится держать голову. А чтобы развивались его ножки, родители строят вот такую дорожку. Это всё, что можно позволить в комнате, где живёт мальчик и его папа с мамой. А место нужно ещё для целого ряда оборудования. Опора для стояния, для сидения, отсос, ингаляторы, кровать. Семья ютится в двухкомнатном доме бабушки. Снимать квартиру не на что, Олесе не работает. А с недавних пор изменились и правила предоставления жилья для детей-инвалидов. Инвалиды из семьи с детьми-инвалидами обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством. По нему органы местного самоуправления могут предоставлять жилые помещения по договорам соцнайма муниципального жилфонда только малоимущим гражданам. В региональном жилищном управлении, в котором отвечают за предоставление квартир уже по решению суда, нам пояснили, в 2018 году они вручили всего 29 ключей. Большинство попросту не может добиться одобрения судей. С весны 2017 года у нас, в принципе, и решений больше уже нет таких, потому что граждане не могут быть признаны малоимущими. То есть есть доход у них какой-то там, соответственно, пенсии, там что-то еще по инвалидности. И они вот в связи с этим суды стали им отказывать. Василий стойко переживает, что им тоже откажут. Критерии малоимущей сложно доказать, ведь все нажитое родителями должно уместиться всего в 70 тысяч рублей, а доход на каждого члена семьи в 8600. У стойко он чуть меньше, но при этом в расчет берут пенсию ребенка-инвалида и деньги по уходу за ним, с чем мужчина не согласен. Еще один пункт, который споткнула семья, отсутствие у родителей какого-либо имущества. У жены была доля, до всего этого была доля, и они считают долю сейчас. У меня есть доля, а я ее продала, и мне сейчас ее... Уже нет, уже больше года доли у нас нет. Будут ли давить на этот пункт в суде, пока неизвестно. На первое заседание, где семье присудят статус малоимущей или откажут в нем, кроме самого Василия, никто больше не явился. Мы будем следить за слушанием. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Обещанного служебного жилья несколько лет не может добиться от местных властей и медик из Алтайского края. В ближайшие дни женщина и вовсе может оказаться на улице. К нам в редакцию обратилась Оксана Небылица, участковая медсестра из немецкого национального района. Туда, рассказывает женщина, она переехала в 2012 году. Ей обещали место в больнице и служебное жилье. За пять лет работы квартиру мать-одиночка с пятью детьми так и не получила. При этом женщина обязана была прописаться в райцентре. Здесь, признается Оксана, оформить удалось только фиктивную регистрацию, которую недавно обнаружила миграционная служба. На женщину едва не завели уголовное дело. Прописку в итоге ликвидировали, Оксана потеряла право стоять в очереди на жилье по программе развития сельских территорий. А между тем, многодетная мама уже успела внести первый залог на покупку собственного дома. А так как я сейчас утеряла прописку, то я и на работу не могу уйти. И мы на сегодняшний день остаёмся вообще, я не знаю, в какой ситуации. Мало того, что у нас мы теряем статус на получение в программе жилья, субсидии на приобретение жилья. Мы теряем статус, я не знаю, как... Ну, то есть мы бомжи, ещё и безработные, и нам куда податься. Оксана просит краевые власти обратить на её проблему внимание. Она записалась на приём к губернатору. В хоккейном Алтае решились на кардинальные меры. В отставку, в самый разгар сезона отправлен весь тренерский штаб. Этот вердикт руководителя клуба стал для болельщиков и спортивных экспертов полной неожиданностью. Кирилл Политов посмотрел, есть ли уже изменения. Экстренная замена в команде Алтай. На этот раз процедура коснулась не игроков, а тренерского штаба. Вместо тандема Соловьёв-Бакланов на тренерский мостик поднялся тандем Климов-Обухов. Теперь уже бывшие наблюдают за действиями коллег исключительно с трибуны. Ну, обидно, конечно, как не обидно. Да, ну, тем более команда сейчас смотрится. Это уже вторая попытка нового штаба возглавить клуб за последние месяцы. Первая не сыграла. Якобы тогда на решение руководства команды наложили вето в Краевом управлении спорта. Мол, без нового министра никаких назначений. Дождались, сменили. Давайте, пока я не буду давать оценку ни первым, ни вторым. Придёт конец сезона, и мы, как говорится, с вами встретимся и всё обсудим. Пока остальное всё без комментариев. О причинах таких кардинальных перестановок в самом клубе хранят молчание. Лишь говорят о том, что расстались без скандалов и выполнили все условия по контрактам. Соловьёву никаких вариантов продолжения карьеры не предложили. Бакланову вновь вернуться в детскую школу в качестве тренера. Пока взял паузу, думает. Думает и новый тренер команды, что же делать с такой командой. Я ещё раз хочу повторить, мы в связи с данией очень слабо вообще играем. Очень слабо играем. В обороне слабо играем. Здесь сразу слабо играем. Ряд игроков к ней подготовлены. На лавку смотришь, кого выпускать. Вслед за тренерским штабом заявление написал врач команды, который работал в клубе с самого основания и до, ещё во времена мотора. Пока же от перемены мест результат не изменил. Салтай проиграл и второй матч Чебоксарам. На этот раз за счётом 1-3. Впрочем, быстрых положительных достижений никто и не обещал. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости. Они варят не зелье, не борщи, а лёд. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди достаточно редкой профессии – ледовары. Елена Кузовкина познакомилась с одним из них. Сергей Павлюк работает в ледовом дворце спорта. Здравствуйте. Добрый день. Это, я так понимаю, ваша рабочая ласточка. Да. Как правильно называется? Агрегат. По-разному. Вообще правильно называют ледоуборочный комбайн. Комбайн. А вы, получается, ледовар. Так вы чего варите-то? Варим лёд. Ну а вы-то как в профессию пришли? Как давно это было? Может, по специальности психолог или, не знаю, юрист? Вообще, по специальности тренер. Я больше 20 лет отработал детским тренером. По какому? Хоккей. По хоккею. Да, с детьми. В общем, со льдом вы всю жизнь. Да. Как проходит ваш день? День обычно начинается с кружки чая, с мыслями на грядущий день. Вот и всё. Ага. Благодаря Богу, пожалуйста. Ага. В данный момент, вот вы стоите, это утюг, обычно, просто на роде называется. То, что там крутится ротор, это шнек называется. Первый раз катаюсь. А какая у нас скорость? Скорость? Ну, километров 10, не больше, может быть. Ну да, особо не расходишься. И то, порой, бывает и меньше до 5 километров. Делаю заливку водичкой в тех местах, где непосредственно больше было вырезано, идей, ямки. И где хоккеисты очень сильно нарезают. Хоккеисты, наверное, безобразничек такие, да? Нет, больше всех фигуристы. А вы любите свою профессию? Здесь обычно приходят и остаются люди, которые действительно это дело любят. И относятся к этому очень профессионально. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Будьте аккуратней. Далее нетривиальная новость. В Барнауле хотят провести парад в защиту секс-меньшинств. Об этом сегодня сообщили ряд краевых информагентств, а также популярные интернет-паблики региона. С инициативой провести шествие представителей нетрадиционной сексуальной ориентации выступил известный в стране правозащитник Николай Алексеев. Известно, что он не первый год борется за толерантное отношение к гомосексуалистам. Активист намерен провести серию акций по всей Сибири, в том числе и в Барнауле. Но, судя по страничке Алексеева в соцсети, подобные инициативы общественнику прежде реализовать не удавалось. За последние пару лет Алексеев пытался организовать около 200 гей-парадов по всей стране, но везде получал отказ. Судя по всему, его ждет подобные ответы и со стороны властей Барнаула. Отметим, два года назад в Барнауле уже пытались провести гей-парад, но тогда акцию тоже не согласовали. Краевой театр драмы подхватит эстафету Всероссийского театрального марафона. В эту пятницу во Владивостоке будет дан старт крупной культурной акции. Символ марафона друг другу будут передавать театры страны. 23 февраля Бурятский театр кукол передаст эстафету Новосибирскому глобусу. А 26 числа этого же месяца символ театральной акции приедет в Барнаул. Академический молодежный театр столицы Сибири на сцене драмтеатра покажет три спектакля. После уже наши артисты отправятся с гастролями в Горно-Алтайск. Там они представят зрителям блудного сына, Зойкину квартиру и не только. По словам директора Краевого театра драмы, до этого марафона у творческой группы долгое время не было возможности выезжать с такими серьезными постановками. Нынешнюю поездку полностью финансируют организаторы Всероссийской акции. Вот этот марафон, это супер здорово. Это, конечно, очень хорошо. Это хорошо и для театров, потому что кому-то повезет, они поют не в Горно-Алтайск, а куда-то подальше. А я разговаривала с художественным руководителем и директором «Глобуса», они просто в восторге. Алексей Михайлович крикливый, говорит, я так мечтал попасть в Барнаул когда-нибудь с гастролями. И вот вдруг такое счастье. В крае довольно тепло, ветер переменных направлений, в большинстве территорий ожидается снег. Днем всего минус 4 прогнозируют в Белокурихе, 10 градусов ниже нуля в Валейске и Заринске, до минус 17 в Славгороде. В Барнауле ночью около 13 градусов мороза, днем до минус 9 и слабый северо-западный ветер. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи.